здравствуйте это канал максимации и сегодня у нас снова дилеммы дилеммы в игре will you press the button но прежде чем мы начнем конечно же мы сначала прочитаем ваши дилеммы которую вы написали в комментах под предыдущим выпуском и так первое от андрей матрос это понимаю вот с этими хэштегами хрен пойми блин чё теперь зачем эти хэштеги еще ввели ник него они подождите сначала отвойте алекс аноним не обратил внимание сначала что-то у меня свой вопрос залился тебя похищают и заставляют помогать ограбить банк но деньги они отнесут нуждающимся людям детям и больным прочее на высокая вероятность попасть под строгую попасть строгую тюрьму на десятилетие так то есть меня похищают и заставляют это уже как бы что-то плохое ограбить банк а я не хочу грабить банка меня заставляют для меня это для меня это нехорошо но деньги на благотворительность получается и все идут но как бы я незаконное действие совершаю и меня я могу попасть в строгую тюрьму на десятилетие при том условии что как бы я этого всего не хотел меня заставляли угрожали заставляли похищали и короче говоря нет я не согласен и так а вот теперь уже к андре матросу приходим дилемма 1 ты получаешь 100 миллионов долларов но свои деньги время от времени будут забирать другие люди для своих нужд это знаете что напоминает когда всякие вот эти вот лотереи проходят по телевизору он даже этот как там русская лото программа называлась это царство небесное михаилу борису лотерея вот когда сколько-то там миллиардов какой там главный приз бывает часто в 2 миллиарда не знаю не знаю вот для человека хорошо для победителя будет лучше если его не если его скроют как бы никто не узнает кто именно выиграл а то у этого человека начнут выпрашивать деньги просить а если будут отказывать и на него его будут все поливать говном будут будут камни в окна ему забрасывать будут забор ему ломать так что здесь ты был практически то же самое ты получаешь 100 миллионов долларов но твои деньги время тренинг будут забирать другие люди для своих нужд и и если я буду им в этом противостоять они мне то они также будут меня загаживать все время так что я не знаю скорее всего я не соглашусь на дилемма номер два от него ты становишься самым лучшим высокооплачиваемым киноактером но тебе нельзя ходить на премьеры фильмов с твоим участием ну да почему бы нет почему бы нет почему обязательно премьеру должен ходить я ведь могу я ведь могу уже и после премьеры посмотреть свой свой фильм что что мне мешает и немного подождать конечно я согласен даже обсуждать много не буду зато у меня зато я буду лучшим высокооплачиваем киноактером конечно я согласен да ты можешь в любой момент остановить время просто хлопнув ладоши но данная способность имеет ограничение на 10 разов и тебе нужно всегда думать стоит ли пользоваться сейчас ли можно обойтись без нее но на самом деле надо вот надо задуматься а что мне даст остановить время то есть что я могу сделать остановив время топ просто по подумать чтобы мне дали время на то чтобы подумать что то есть мне дает очень мало времени на выбора я останавливаю хлопнув ладоши мне дают больше времени подумать в принципе это где-то может пригодиться но поскольку ограничение всего на 10 разов за всю жизнь и как бы ничем это абсолютно не карается то почему бы не согласиться я согласен до 10 раз они разов тут даже правильнее будет написать так следующая ты становишься очень умным и можешь ответить на самый сложный вопрос но ты должен всегда говорить правду даже если ты попал ситуацию где тебя может спасти только ложь что-то я по-моему увидел по моему похожий вопрос но тем но тем не менее так становишься очень умным но тебе обязательно исключительно надо говорить правду где меня может спасти только лошади и кстати не только меня ложь можно использовать для того чтобы спасти кого-то другого и в принципе выдавать желаемое за действительное часто бывает необходимым в жизни это обычно человеку свойственно иногда выдавать желаемое за действительное можно из создательное исходить правду или выдавать у не всю а только полезную для себя для этих людей как бы есть множество так сказать кличек таких вот лгунишка лыжец враль двуличная сволочь но иногда она действительно бывает очень нужный но вот здесь как-то даже сложно что-то я не знаю я наверное могу стать умным и могу ответить на самый сложный вопрос но я могу реально где-то очень сильно на налажать я не я не смогу сказать ложь которая может спасти меня или кого-то другого я пожалуй наверное скажу что нет не согласен я лучше не буду рисковать это это рискованная вещь так что не знаю я думаю что нет так у тебя есть самая крутая красивая одежда в мире но все считают что ты самовлюбленные и жады да да мне и свои собственные одежды хватает никто на нее не жалуется и на я считаю что нормально выгляжу надеюсь и другие люди тоже так считают поэтому я не вижу никакого смысла в этой дилемме я отказываюсь так тут уже тут отвечали на мои дилеммы так вот у тебя будет 100 миллионов подписчиков но они будут хейтеры писать плохие плохие комментарии ну плохие имелось ввиду на самом деле тут если тебе нужно уважение ты хочешь чтобы тебя уважали чтобы тебя хорошая была слава никакая не дурная то этот вариант нам не подходит а если мы а если нам вообще срать как еще про меня думают но главное деньги чем больше подписчиков у тебя есть монетизация тем больше бабок тебе будет приходить прям реально охренеть как много ты будешь зарабатывать просто охренеть как много то это подойдет то такому человеку это это я в принципе могло подойти бы в принципе хейтеры которые писают плохие комменты ставить дизлайки так дизлайки они как бы тоже продвигают видео канал так что вот для таких людей это подходит но для меня мне мне уважение нужно я хочу чтобы обо мне думали хорошо так что я отказываюсь мне это не подходит так еще у тебя будет все богатство мира но через пару лет ты попадешь в аварию где твои шансы выжить равны 10 из 10 ой 10 из 100 ну то есть получается на самом деле никогда никогда не знаешь что будет завтра что будет послезавтра и вообще когда в любой момент в аварию ты ты можешь попасть когда угодно и ты никогда не знаешь когда может вообще не попадешь все мы надеемся что мы никогда не пойдем не так что тут очень и так что это вопрос довольно таки сложный если ты сильно прям боишься за свою жизнь то тебе этот вариант пожалуй не подойдет а если ты как бы этого не сильно страшишься то то в принципе может можно рискнуть но я наверное рисковать не буду я не хочу через через пару лет попадать в аварию тут уже написано что через пару лет я пожалуй рисковать не буду с это риск своей жизни так все дилеммы подписчиков на этом закончились переходим к игре значит первое вы никогда не должны терять людей скорее всего имелось ввиду что я никогда не буду терять людей то есть своих родственников или друзей там всяких но вы можете работать только на минимальную заработную плату довольно таки сложный вопрос тут надо реально тут реально надо решить что для тебя важнее деньги или люди но у меня есть бесконечные деньги с другой кнопки так что человек который уже и так работает назад на минимальную заработную плату этот вариант может подойти потому что как бы он наоборот как бы даст человеку шансов что он не будет терять своих родственников и друзей а вот богатому человеку это явно бы могло не подойти ну разве что если ему только надо реально чтобы он не терял своих друзей и родственников но я не знаю я пока наверное отвечу таким каким являюсь я в данный момент сейчас для меня друзья и родственники очень важны и я соглашаюсь ну и кстати говоря в конце видео как так же как и в прошлый раз я задам вам три свои дилеммы я я создал еще три дилеммы и я задам их вам вы ответите на них комментариях я обязательно мне будет очень интересно почитать ваше мнение вы не да а стоп надо еще раз нажать давай чё так перевод долго идет в этот раз у вас будет возможность вылечить любую болезнь травму мире просто прикоснувшись к человеку но каждый раз когда вы это делаете вы должны принять их болезнь травму и жить с ней в течение 24 часов но на самом деле если в течение 24 часов а это в принципе не очень то много то почему бы нет и еще в принципе смотря какая болезнь смотря какая болезнь действительно то есть ну и в принципе если ты поможешь какому-то человеку или животному даже вылечить например рак то тут есть какой-то риск сможешь ли ты пожить с раком 24 часа или 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 ты умрешь раньше этого срока впрочем маловероятно что ты только заболеешь раком уже в этот же день в это же в эти же сутки умрешь так что в принципе это помогло бы подойти подойти ну почему бы не потерпеть 24 часа почему вы не потерпеть всего лишь сутки это в принципе очень полезная способность которая реально и которые реально вызовет уважение ко мне и еще сутки это немного в принципе я согласен я много кого могу спасти я в принципе я в принципе мог это свое я мог своего двоюродного деда спать таким образом спасти который умер феврале этого года я мог бы свою кошку спасти который у которой был рак кишечника она умерла в 2020 году короче это реально очень полезная способность соглашаемся обязательно следующее вы обретаете да что это за фигня вы обретаете полное понимание вселенной и всего что в ней но вы глухие слепые немые нет нафиг надо и я даже не буду это обсуждать вообще кому это нафиг надо глухим слепым и и немым это ну как можно жить с этим вы встречаете свою любимую группу это получается музыку музыкальную какую-то группу там например рамштайн и сидись и какой-нибудь но вскоре после этого они расстаются имеется виду распадаются тут на самом деле очень сложно в принципе если считая если в принципе считает что группа уже из себя и жила то и уже близко к распаду то наверное в принципе можно по тем особенно когда они уже до этого заявили о своем распаде то в принципе это очень прикольно с другой стороны если у группы все идет а ты такой с ними встречаешься и потом они распадаются а я буду в этом вообще виноват меня будут все в этом обвинять меня все будут в этом ненавидеть я по это пожалуй тоже довольно таки такой риск и я не буду пожалуй я не рискну лучше не буду рисковать следующее вы станете зачем за говнут что он открывается в ничего нет вы станете всемирно известным художником ваши картины будут передаваться из поколения в поколение но вы слегка сумасшедшие отрубать все ухо пошло нафиг вообще даже обсуждать на это не буду я чё дебил я чё дебил разве пусть я не буду картины вот мои будут перед переходить из поколений в поколение но но художника самого то есть меня будут считать конченым дебилом который зачем-то сам себе отрубил ухо без какой-либо вообще причины ладно давайте забудем уже эту страницу дилеммы перейдем следующий ваш любимый дегимон а кто такой дегимон становится реальными вам не нужны цифровые технологии вы обладаете телепатией и являетесь лучшими друзьями но вы оба связаны вся боль и удовольствие жизненно важные факторы являются общими и для вас и для них кроме того они умирают вы умираете дайте-ка так ну-ка по-английски покажите мне как это выглядит дегимон ну-ка я сейчас тут за за гуглю что такое дегимон 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 world видеоигра а этих чувачков а этих чувачков видел видел но никогда в них не играл никогда не не было интересно поэтому я нажим нажимаю тем более я не совсем понял что тут вообще отмени что тут мне вообще важного такого дадут как говорится не знаю не подписывать то чего не знаешь если если у тебя есть возможность подписать то что ты не знаешь не подписывай у вас может быть мальчик девочка ваши мечты но заниматься с ними сексом нельзя в принципе ну много очень людей которым нужны сексуальные отношения и в основном это всякие всякие подростки которые уже близких совершеннолетию или уже чуть-чуть превзошли совершеннолетия как как я ну то есть то есть мне 18 мне 19 с половиной уже там допустим но вот например если представить ситуацию смотря для кого действительно нельзя заниматься сексом но можно зато можно зато встречаться просто друг друга любить просто любить другу а хотя без секса не заведешь детей же в общем тут реально сложно тут реально очень сложно и за кстати говоря я когда учился в третьем классе втором третьем классе я влюбился в одну одноклассницу и я реально очень плохо себя вел вообще наверное хуже чем все остальные в классе я вне я влюбился что-то там слишком много внимания не обращал ну кому я никому я не нравился ей тоже не нравился вот в третьем классе я стал лучше себя вести я как бы сам понял что реально был слишком плохо стал решил стать лучше первое первое время я и я все я все равно и все еще и пока не очень нравился но когда начал но когда начал говорить что я бы заступался бы за нее реально она видимо что-то переобулась и реально она сама захотела дружить со мной я не понимаю я не я до сих пор задаюсь вопросом как это она так переобулась внезапно что что вот она сама предложила вместе сидеть нам за одной партой если я раньше просто хотел то в этот раз она предложила мне с ней сидеть за одной партой потом она предложила как когда у нас фотосессия класса была мы там фоткались и парами она предложила сфотографироваться мне вместе с ней не я и предложила она предложила мне и вот вот он вот наша совместная фотография у меня до сих пор я до сих пор и храню у себя в комнате как первая школьная любовь если можно ее так назвать и на самом деле в таком возрасте у меня никаких вообще сексуальных мыслей и в голове не было мне просто хотелось ней мне просто хотелось ней дружить и дружить дружить долго и просто просто дружить любить никаких сексуальных таких мыслей вообще не было и быть не могло мне никто их в голову не втирал принципе если бы я был бы вот как раз таки таким же вот третий классиком то мне бы запросто бы это подошло и я бы там если бы я то есть если бы я сейчас был бы третий классиком я бы согласился бы точно мы потом еще несколько лет переписывались потом причем она мне первая написана она потом ушла из нашего класса к сожалению мы больше после этого не встречались ни разу в жизни и потом она мне она первая мне написала вконтакте не я и она первыми в 4 мы в течение четырех лет потом общались еще а потом что а потом что-то года три года три назад что перестала на мои сообщения отвечать почему дамилян для меня до сих пор остаются загадкой но тем но тем не менее у нас с ней все равно ничего бы не сложилось потому что она теперь живет в италии а я в россии ну чё у нас может ну чё у нас может быть вместе короче ребята что-то я сильно отвлекся от темы и что-то реальные историю вам сильно рассказал много прям что-то я вам истории своей рассказал в общем сейчас когда я уже взрослый я скорее всего нажму нет потому что без секса не не сможешь детей завести а семья как говорится начинается с детей не не обязательно секс и же не обязательно именно как любовь такой супер мега разврат и все такое секс нужен он он нужен он нужен чтобы были дети без этого никак я наверно кстати я наверно кстати пока покажу ту совместную фотографию здесь с той девочкой с которую в которой в любим когда-то был просто раз уж такую историю рассказал почему не показать фотографии так ладно вас приняли в школу чародейства и волшебства хогвартс но вы должны убить гарри подарок в течение двух лет иначе будете перенесены в россию и останетесь там навсегда без какой-либо магии я задам я скажу вот тем кто написал этот вопрос вы не вы не тому этот вопрос задали я уже нахожусь в россии и никогда из нее никогда из нее и не выходил собственно говоря собственно говоря вот те люди они как бы видимо американцы какие-нибудь которые ненавидят россию считают ее очень серый серый страной плохой которая реально прям которые в которой реально прям никто не хочет жить я даже не буду ничего это обсуждать я не могу так сказать общаться с теми людьми которые не любят нашу страну ну и да и в принципе даже вот про убийство гарри поттера я бы все равно сказал нет вы получите идеальное тело и внешний вид который хотите новые должны есть что-то неприятно каждый день нет я не согласен у меня и так все с этим прекрасно ну по крайней мере я так считаю не знаю как другие считают вы можете предотвратить любую катастрофу в истории но приходится страдать от парадоксальных последствий но с другой стороны если ты предотвратишь любую катастрофу в истории и даже если будешь страдать от парадоксальных последствий то ты будешь реально большим героем если тяре если если конечно об этом еще узнают ты реально будешь героем которого все будут любить уважать я не настаивал на этом потому что люди учатся на таких вещах то что произошло произошло мы не должны это менять и вместо этого извлекать из этого уроки в принципе в принципе эти люди все правы которые пишут в комментах есть вещи которые нельзя изменить и они реально очень влияют на нашу жизнь как положительно так и отрицательно вернее как отрицательно так и положительно все-таки влияют какие-то к нам приходят знания так что я наверно жму нет и правильно видимо сделаю вы можете путешествовать во времени в будущее в любое время то есть только в будущее прошлое нельзя пропуская нежелательные моменты своей жизни будто три секунды или 10 лет вы можете делать это так часто как вам это заблагорассудится но получив эту силу вы будете стареть на 25 процентов быстрее независимо от того как часто вы ее используете кроме того вы не сможете путешествовать назад во времени и никогда не сможете путешествовать дальше момента вашей судьбоносной смерти по сути каждое использование приближает вас к смертному орды ну то есть получается я могу отправиться в будущее но не смогу вернуться обратно в свое время я так полагаю поэтому собственно если уже такой такие условия я отказываюсь и нажимаю нет и в общем то правильно сделал вы становитесь экспертом в математике но вы разучились говорить по-английски ну тут наверное тут я не знаю сложно но с другой стороны математика царица науки она как бы важнее чем английский язык но на английский язык он как бы тоже очень важен в жизни я пожалуй нажму нет и буду пользоваться тем что у меня сейчас имеется подкреплю математику подкреплен английский все от моего желания зависит вы можете путешествовать любое место в любое время в любой интернативную реальность которую можете себе представить с помощью телепортации но но у вас есть тысячи межгалактических врагов которые пытаются вас уничтожить нет нет я не согласен ни в коем случае автор а что если меня там убьют и я вот я такое буду думать если я еще смогу думать когда меня убьют то я буду думать о блин какого хрена я это сделал хотя большая часть людей согласны все-таки я честно говоря не совсем их понимаю вы всегда контролируете то о чем мечтаете но успите в два раза дольше чем обычно два раза дольше то есть я сплю вот я люблю поспать там 10 часов да даже если 8 часов то вот 16 часов это в два раза того это больше половины суток и это слишком много пожалуй она нам не надо но с другой стороны контролирует контролировать то о чем мечтаете принципе если бы я мог отключить эту способность еще то я бы мог согласиться так я не знаю когда но тут ну тут не говорится могу ли я отключить это или не могу не знаю как говорится не знаю не знаешь не подписывай любая игра которую валв делает извиняюсь если неправильно прочитал когда-либо делает с этого момента будет стоить менее 10 долларов и будет лучшей игрой за всю историю но half-life 3 не будет одной из них того вообще насрать если честно никогда я не играл в half-life и никогда и честно говоря им тени интересовался я много про него слышал видел немного но что-то интересы не привлекал так что я согласен для меня сойдет но есть даже друзья некоторые которые играли в half-life и и и в принципе то что half-life 3 будет стоить больше 10 долларов но при этом она все равно будет то блин так да какая разница вообще насрать будут деньги купим если захотим какая проблема вы можете путешествовать во времени но каждый раз когда вы это делаете кто-то умирает пошли нахер я даже не будет обсуждать умирает кто-то среди моих знакомых или вообще любой человек в мире но это тоже рискованное я не буду лучше этим рисковать ваш телефон никогда не разрядится но яркость и звук всегда будут оставаться низ низкими да в принципе но приходится телефон заряжать чё чё поделать то я как как ты справлю справлялись без проблем и дальше справимся яркости звук для меня на надо чтобы были высокие то что я не согласен зарядим телефон никаких проблем вообще нету каждое животное любит вас на все люди ненавидят вас нет 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 люди любовь людей для меня на самом деле важнее чем любовь животных я уверен что для многих это подойдет только каким-нибудь страшным монстром которые которых реально люди бы ненавидели но любили вы зато животные но мне лично это не подходит вы сбегаете в мир грез где вы живете сотни лет и все что вы хотите сбывается но все кого когда-либо встречали думаю что вы хуже гитлера и плюют вам нам на могилу ну то то есть они будут думать это после моей смерти или будут думать всегда если не если то я отказываюсь почти 50 на 50 но я пожалуй я тоже не рискну давайте еще давайте еще по пару пару вопросов и на этом закончу перейдем к моим делям которые я задам вам вы можете приостановить время когда захотите но есть 50 процентов шансов что вы застрянете во времени навсегда 50 процентов это слишком много поэтому я не буду рисковать и нажимаю нет достигните вы достигните полного взаимопонимания со всеми кого когда-либо встретили все оставшуюся жизнь но в первый раз когда вы уступаете физический контакт с этим человеком вы заново переживаете его худший опыт во сне опыт этого человека подумай подумаешь во сне это всего лишь сон это всего лишь сон и это и это только в первый раз в первый раз остальные остальные разы будет шефа остальные разы ничего такого не будет я согласен чубу нет нормально давать еще одну вылечите рак но никто не знает кто это сделал каждая кошка в мире теряет способность к размножению каждый любитель кошек в мире знает о том что это сделали вы и где вы живете нет меня опять тогда будут ненавидеть меня будут обвинять в том что из-за меня вы вымерли коты и кошки я отказываюсь я не согласен так ну а теперь переходим к делям который сделал я и задам и у их вам а вы напишите ответы на них комментариях и так и первое первая дилемма это вы получаете возможность управлять всеми животными одного одного вида одного вида по вашему выбору нового и вы вы фактически становитесь королем этих животных можно сказать но ваше тело становится невероятно уродливым жду ваш ответ в комментариях и собственно говоря этот вопрос это приложение я придумала в черепашек не мультсериале 1012 года был такой персонаж злобный ученый виду доктор виктор фалька которые уже где-то в середине первого сезона создал препарат который который помог ему установить телепатическую связь со всеми крысами нью-йорка то есть он мог мог контролировать вообще всеми крысами города управлять и мог с помощью них захватить целый город и и в принципе мир но и но его внешний вид стал вот таким вот невероятно уродливым так следующее грузить быстро вы получаете возможность увидеть мир глазами всех людей и животных но увидеть мир своими глазами вы уже не сможете то есть вы можете видеть мир глазами вообще кого угодно вы можете смотреть щука чу какой человек делает данный момент но вы не сможете своими глазами больше видеть это тоже это тоже является чертой вот этого вот крысиного короля про которую он только что говорил он смог после этого видеть мир глазами крыс любой крысы но но сам он стал слепым и не мог видеть своими глазами он на плече носил у себя крысу одну и часто смотрел через ее глаза ну и последние последние дилемма это ваш финансовый доход удваивается ваши финансовые доходы увеличится в два раза но у вас при этом в два раза больше шансов получить отпускные тут коряво перевел переводчик на самом деле я написала абсолютно не так я написал но при этом у вас вам в два раза реже будут давать отпускные вот я написал два раза реже давать отпускные а не то что написано это горявый переводчик перевел в общем в общем вы все поняли надеюсь жду ваших ответов в комментариях а на сегодня закончим с вас ликос подписываться с меня эпичные видосы подписывайтесь на стримовский канал логовый канал спадеру вконтакте можете также предложить свои собственные дилеммы на которых я вам отвечу в следующем выпуске и но чтобы я точно не одно не пропустил пишите их именно под этим выпуском именно под этим выпуском не под какие не под каким другим видео именно под этим выпуском чтобы я не потерял ни одну из ваших деревьев ну и все всем пока субтитры сделал DimaTorzok